Тамбора – действующий вулкан на индонезийском острове Сумбава, входящий в гряду малых зонских островов Малайского архипелага. Вулкан является частью Тихоокеанского огненного кольца, про который мы уже рассказывали в одном из наших видео. Высота вулкана Тамбора сейчас составляет 2722 метра над уровнем моря, но так было не всегда. Исследователи предполагают, что вулкан образовался не менее 57 тысяч лет назад, и его высота до начала 19 века составляла примерно 4300 метров над уровнем моря. Первые признаки пробуждения вулкан подал в 1812 году. Тогда был слышен гул в недрах, происходили не сильные землетрясения, а над кратером образовалось темное облако. В начале апреля 1815 года жители острова Сумбава стали отчетливо слышать небольшие взрывы, которые происходили внутри кратера вулкана. Больше всех волновались находившиеся недалеко от вулкана британцы. Они оккупировали в это время Индонезию, которая тогда называлась Нидерландской Ост-Индии, и боялись, что звуки взрывов – это звуки артиллеристских орудий и захватчиков. 5 апреля 1815 года раздался первый внушительный взрыв, который услышали даже на расстоянии в 1000 километров, и началось извержение. По склонам вулкана начали спускаться приокластические потоки и лава. Из жерла стал подниматься столб дыма, пепла и камней. Пепел долетал до восточного побережья острова Ява, в 400 километрах от эпицентра. Извержение усиливалось вплоть до 10 апреля, когда вечером сокрушительный взрыв разорвал гору на части. Впоследствии это было признано крупнейшим извержением вулкана в истории человечества. По оценкам ученых, извержение 10 апреля имело индекс вулканической активности равное 7 баллам. Шкала вулканической активности – это показатель сил извержения вулкана, основанный на оценке объема извергнутых продуктов и высоте столба пепла. Индекс не достигал отметки в 8 баллов в нашей эре, а до Тамборы. Такое значение активности было лишь при извержении вулкана Самоласа в 1257 году. После извержения Тамборы, значение в 7 баллов не было достигнуто ни одним извержением, а недавнее извержение подводного вулкана Хунга-Тонга имело показатель лишь в 5,5 баллов. Взрыв Тамборы был настолько мощным, что воздух взмыло порядка 180 кубических километров земных пород. Высота вулкана уменьшилась с 4300 метров до 2700, а звук взрыва был слышен на расстоянии 2700 километров. Столб пепла и дыма поднялся на высоту около 44 километров. Пирокластические потоки, двигаясь со скоростью более 120 километров в час, стирали с лица земли целые деревни на острове. Пепел от извержения покрыл территорию в радиусе 700 километров, охватив острова Ява и Кальмонтан. Волны цунами высотой до 5 метров накрыли близлежащие острова, разрушая жилища и убивая население. Те, кому удалось уцелеть на острове Сумбава, увидели, как на землю пускается метровый слой пепла. Под его тяжестью рушились дома даже в сотнях километрах от самого вулкана. Кромешная тьма из-за пепла в течение двух-трех дней стояла даже на расстоянии в 600 километров от вулкана. Пепел, к слову, стал еще одной причиной, вызвавшей колоссальное количество смертей на близлежащих территориях. Он смешался с водой и всем, что можно было съесть. Поэтому и жители Сумбавы после самого извержения умирали от голода и жажды. В общей сложности около 92 тысяч человек погибли, 10 тысяч почти мгновенно, и еще 82 тысячи из-за голода и болезней в результате экстремальных погодных и климатических кризисов. Крупное извержение продолжалось до июля, но длительные последствия ощущались годами. Пепел, поднятый так высоко в атмосферу, блокирует солнечный свет и охлаждает планету. Лето 1816 года было настолько холодным, что его стали называть годом без лета, и затронуло оно даже Западную Европу и Северную Америку. Средняя температура на планете в это время снизилась на 1 градус Цельсия, а местами на 4-5. Это привело к трудностям в сельском хозяйстве. Урожай на зерновых культур значительно снизилась, и в 1817 году цены на зерно выросли в 10 раз. Извержением была стерта с лица земли целая культура аборигенов острова Сумбава, и вместе с жителями вымер один из языков папуасов – тамборский. Это доказывают раскопки на острове 2004 года. Тогда археологи под трехметровым слоем слежавшегося пепла и переклассических осадков обнаружили остатки этой культуры и останки людей, сохранившихся в тех позициях, в которых их застала смерть. Это место даже назвали Восточные Помпеи, по аналогии с городом Помпеи, в короткий срок уничтоженным в 1979 году вулканом Везувий.